Некоторые вещи еще, которые хочу сказать сегодня на этот чудесный праздник, в который мы радуемся, это о том, что Господь желает, чтобы мы всегда Его знали юным. И в Псалмах написано, что-то сделать. Это все про меня. Он прощает и простил мне все мои беззакония. Он исцелит все мои недуги. Все. Исцелил. Я двигаюсь в исцелении. Он избавляет от могилы жизнь мою сколько раз и сейчас я не в могиле. Я говорил вам, что давал слово, что я не буду молиться о защите. Я продолжаю держать это слово. Я вообще о защите не молюсь. И у меня не было еще никогда в жизни такого прекрасного сезона, как Господь меня хорошо защищает, когда я перестал молиться о защите. А доверять его защите. Я не молюсь о защите вообще. Я принимаю ее. Я провозглашаю тому, что я в нем. Он избавляет от могилы жизнь мою. Он венчает меня милостью. Венчает это венец. Я помилованный. О, как никто другой. С щедротами своими. Это уже дает мне щедростью. Насыщает благами желание мое. Вожжелаю и имею. Обновляется подобно орлу юность моя. И вот это я хочу сегодня благословить вас. Сегодня, в это чудесное время обновления ворот, Христос обновляет твою юность. Братья и сестры, нет ничего страшнее устаревающей веры. Нет ничего отвратительной старой веры. Нововеры или староверы? Юна веры. Христос хочет, чтобы ты был вечно юный. Представляете, какая уставший человек от веры? Когда человек уже утомленный от веры, изведавший, знающий все, и он не юный. Но как прекрасно встречаешь, у нас есть такие сестры и даже старицы. Вечно юная душа все время восхищается, все время веселится. Как приятно быть с таким человеком, который все время юный. И я сегодня желаю всем нам принять эту юность Христа. И Иисус всегда молодой, и юность его впереди. Христос всегда молодой. Вечно юный Христос. И вот ты встречаешься со Христом, не важно тело, а он юный, полон романтизма, полон жажды творчества, полон энергии, полон вот этого ресурса жизненных сил, неиссякаемый источник жизни. И написано, и те, кто примет меня, он будет иметь жизнь, жизнь с избытком. Я сегодня хочу вдохновить вас, обновитесь в юности. Хватит борчать, хватит бурчать, хватит критиковать. Давайте мы войдем в юность Христа. И написано, благослови вся душа моя Господа и внутренность, потому что обновляется подобно орлу. Юность твоя, вечно юный Христос. А смотрите, ведь юность, это же не значит не до развитости. Это же не значит не до зрелых. Юность, это то качество, которое является вечным. И мы можем быть телами даже уже пожилыми или взрослыми, зрелыми людьми, может быть даже с какими-то недугами, но это не мешает юности быть в нашем сердце. И сегодня, возлюбленные братья и сестры, я желаю, чтобы наше братство, наша семья большая была вечно юной. И я хочу сегодня новое свежее откровение, испить его, юный Христос. Посмотрите на юного Христа. Посмотрите на этого человеческого Сына. И вот Он выходит, выступает в свете, выходит вперед, в центр, и Он юный сердце. Юный Христос. Аллилуйя! Аллилуйя! И, конечно же, как говорил этот брат, тоже меня очень сильно коснулось, я цитировал его уже на этой неделе, это был Владимир Марцинковский, он говорил такие слова, что вера без подвига, она несет религиозную старость. Когда в нашей жизни уходит подвиг, а подвиг всегда связан с риском, другими словами, если ты не рисковал, нельзя назвать этот поступок подвигом. И вы знаете, подвиг иногда делается молниеносно. Вот иногда для подвига время дается очень маленький временной отрезок, иногда даже в несколько секунд. Но подготовка к этому подвигу требует большого времени, больших усилий. Иногда для подвига, например, я читал об этом пастыре, который отдал свой спасательный круг при гибнущем Титанике другим людям и остался без этого круга. Не хватало этих кругов спасательных, и он отдал, это был пастырь, он отдал свой спасательный круг. Это было мгновение. Господь проверил его сердце, и он отдал человеку, который не имел этот круг, и сказал, я спасенный. И побежал проповедовать Евангелие и приводить людей к покаянию. И пока корабль тонул, было несколько времени короткого, он продолжал проповедовать и молиться за людей. Вы понимаете, дело тут не пастырь или пастырь. Он сказал, ну конечно пастырь, а что он еще должен был делать? Я думаю, что в тот момент он забыл, что он пастырь. Он помнил, что он, мне кажется, что юный христианин. И вот иногда для подвига нужно только мгновение, которое проверит все. Но для этого мгновения нужна работа. Короботливая работа души на верность ежедневного умирания каждый день. И он говорил, что настоящая живая вера, она обязательно должна быть с подвигом. Но подвиг без веры невозможен. И меня это очень сильно тронуло, потому что иногда бывают очень такие красивые поступки, совершает человек. Но это не подвиг. Это просто красивый поступок. Настоящий подвиг без веры невозможен. И сегодня я хочу вдохновить всех нас проверить свою веру не для того, чтобы ходить унылым снова, а для юности. Украсить эту юность, освежить ее. Знаете, запахи, которые очень сильно освежают, лично меня, например, запах ландыша или сирени, он очень сильно трезвит. Или той же лилии. Есть такие запахи, которые очень сильно трезвят тебя. Некоторым даже не нравится, потому что они считают, что они агрессивные. Но юность всегда трезвит. Звонкий смех юности. Доверие. Ну, как очень скорый бросок на послушание. Желание вот этих крайностей в послушании Богу, в любви к Иисусу, в героических поступках, когда всегда это все является составляющими подвига. И когда из нашей жизни, из нашей веры уходит вот эта составляющая подвига, братья и сестры, наша вера устаревает. И представьте себе, как это будет, когда такой вредный, ворчащий, как написано, епископ не сварлив. Представьте, сварливый епископ. Я спросил у сестры, на сколько процентов ты спасена? Я сказал, отвечай быстро и честно. Она сказала, 98. Я говорю, а что делать с этими двумя процентами, ребята? Два процента неспасенного черного-черного яда. Хватит ли этих двух процентов отравить все 98? Насколько они сильны? Куда их девать? Ну, хорошо, мы посмеялись, говорили дальше. Некоторые уклонялись от этого ответа. А я верю там и так далее. Ладно, хорошо. Но я спросил, а почему эти два процента ты оставила? Она сказала, ну, потому что я не такова еще. Потому что я еще... Я говорю, а, ну, Бог сидит сейчас на престоле и злится на тебя. Но говорит, ну, это же Бог, как бы... Ну, может быть, не злится, но не совсем доволен. Ну, мы так дальше говорили. Я спросил, а вот теперь представь себе, что Бог тобой восхищается. А это еще сложнее. Она говорит, я так не думаю. Говорит, я не верю, что Бог восхищается. А представьте себе тогда, как можно сказать, что Он тебя любит, если Он тобой не восхищается. Он тебя... А, ну, давайте, толпа, заходите. Я, конечно, уже не восхищаюсь вами. Вы уже меня разочаровали. Я немножко огорчен на вас. Но будьте здесь на небе, потому что в раю тоже для вас место найдется. Там нету места, где нет восхищения. Что такое любовь вообще? Это же восхищение. Тот, кого ты любишь, ты им восхищаешься. Не замечая недостатков, а невзирая на них. Ты восхищаешь. И восхищение не должно... Любовь не должна перетечь в уважение просто. Это потеря любви. Она не должна перетечь в привыкание. Потому что некоторые старики умирают друг за другом, потому что привыкли. Но не потому что любят. Но любовь подразумевает восхищение. И я почувствовал, как это разламывает не только ее, но и других братьев и сестер. Представьте себе, возлюбленные братья и сестры, что Бог, смотря на вас, вами восхищается. Я не буду утверждать этого. Я не хочу конфликтов. Но я хочу вам задать этот вопрос. Если бы сейчас вам сказали, что твой Отец Небесный, смотря на тебя, не просто тебя любит с твоими недостатками, а восхищается тобой. Это уже сложный уровень веры. Это тебе надо пересматривать Бога. Это тебе надо все пересмотреть. Потому что ты ставишь его в зависимость от своих дел. Если ты не делаешь дел плохих, делаешь хорошие, он тобой доволен, у вас все хорошо с ним. Как только ты что-то не получается, ты его подводишь. Такие слова вообще не рекомендую употреблять. Ты подвел Бога. Ты всех нас подвел. Дорогие братья и сестры, я говорю о юности Христа. Юный Христос, он смотрит сквозь это. Вы знаете, дети, они быстро друг друга прощают. Надол губы и побежал целовать. Жизнь должна идти изо всей силы. Жить надо полной грудью. Не тащите жалкость существования на кухне. Жизнь подразумевает творчество. Бог нас создал творцами. Творите. Сотворяйте усиленную жизнь. Сотворяйте усиление этой жизни. Сотворяйте избыток в ней. Вчера я смотрел, молодежь наша побежала туда-сюда, там сейчас учеба началась, все, с утра еще не выспавшись, надо уже куда-то бежать. И подумаю, да это и есть жизнь. Это усталость по плоти, устает. Но и бежит жить. Бежит жить. Бежит жить. На улицу, не дома. Бежит жить. Потому что юность Христа величет его на поля Иорима. Братья и сестры, живите в юности. Пребывайте в юном духе. Давайте мы опримем эту новую юность нашего Господа Иисуса Христа. Я листаю, потому что хочу видеть вас. Господи, живите изо всей силы. И заключение я хочу сказать. Ну, сегодня я просто хотел такой праздник Духа просто пшикнуть. Примите Божий шалом, Божий мир. Христос сказал, мир мой даю вам. Вы знаете, этот Божий мир, я недавно слышал свидетельство одного человека, меня очень сильно коснулось. Причем это интересно было. Он свидетельствовал о себе, как он встретил Бога. Он был христианин, он ходил в церковь. Но он был близок, как бы уже к смерти, и в коме он пережил посещение Бога. Бог его посетил. И там он к изумлению своему говорил о Боге, Богу. То есть, практически он пришел к спору с Богом. Он пришел к тому, что он спорил с Христом. Вот Христине, который поклонялся, пел псалмы. То есть, практически, когда Христос пришел ему показать, что он другой, чем он думал, он спорил и осуждал Христа. И он удивился после этого всего, когда он вышел оттуда. Результатом стало то, что он очень часто стал просить прощения. С ним невозможно было конфликтовать, потому что он сразу уходил в смирение, просил прощения и в послушание. То есть, это сильно его изменило. Но когда он встретил Христа, встретил Бога, он понял, что он его знал по-другому. Для него это был шок, потому что он даже не поверил сначала, что это Бог. Настолько сильно он вошел в другую веру, а не в живую и чистую. Меня это очень сильно тронуло. И вы знаете, что интересно, когда он вышел из этого откровения, другие христиане, они стали судить его. Они напали на него, что он принес ложное откровение. И когда он высвобождал свое откровение, я этого Христа именно и знаю. И весь христианский мир поднялся на него, не весь, но очень много людей поднялось на него, что он принес ложное откровение. Стали спорить. Я диву давался. Хотя в какой-то степени и наоборот не удивлялся. Я могу жить в Божьем мире. Я могу принять Божий шалом. Я могу принять Божье доверие. Я могу довериться Ему. Я могу доверить свои страхи, свои сомнения, свое недопонимание многих процессов и перипетий и узлов жизни. Я могу отдать Ему в доверии. А вместо этого беспокойства принять Божий шалом как результат и награду за свое доверие. Жизнь – это сейчас. Вот это мгновение, в котором мы сейчас с вами пребываем, может быть, ты уже зеваешь, вот я смотрю, некоторые зевают из вас, может быть, тебе неудобно сидеть на стуле, может быть, побаливает почка или что-нибудь еще. Какие-нибудь неудобства там, где-то ты чувствуешь в своем доме, в своем храме. Но внутренний мир, сияющий юностью, твое сердце, твой внутренний человек, который сияет твоей юностью, он может наслаждаться этим мгновением. Жизнь не сейчас, когда ты выспишься или поешь, или когда встреча у тебя будет приятная, или что-то еще, что ты имеешь вожделенное для себя. Но жизнь сейчас. И от тебя зависит, будет это просто ожиданием в несчастье, или будет это наслаждением. Я решаю в это мгновение жить с наслаждением. Я решаю сейчас, в этот праздник переустановления ворот моих, мои ворота мышления переустановить. Я буду наслаждаться этим мгновением. И моя жизнь, буду про себя говорить, не буду про тебя, потому что я вижу, что ты не веришь. Про себя буду говорить. Я буду наслаждаться этим мгновением. Слушайте мое свидетельство. Это и есть моя жизнь. Вот я сейчас здесь живу своей жизнью. Вот это моя жизнь. Она моя. И я тебе ее не отдам. Она моя жизнь. Я ей живу. Я принимаю юность. Смотрите, какое прекрасное слово я вам говорю. Поддержите меня. Улыбнитесь. И моя жизнь, она уникальная. Моя жизнь неповторима. Я люблю свою жизнь. Я слышал иногда там где-то, я ненавижу свою жизнь. Ну, мне тебя жаль, потому что ты можешь по-другому пересмотреть все. И тебе даже жизни надо менять. Ты можешь поменять себя внутри. Ты можешь поменять отношения. Ты можешь поменять позицию. И все начнется изнутри меняться тоже. Я люблю свою жизнь. Я принимаю ее от Господа. Я принимаю ее как крест. Я принимаю ее как награду. Я принимаю ее как благословение. Я принимаю ее как проведение Божье. Я принимаю ее как условие к спасению. Я принимаю свою жизнь, потому что я смотрю за ее пределы. Моя жизнь, она уникальна, она неповторима. И я принимаю свою драгоценность. Я драгоценен, я знаю, как отец любит меня. И я принимаю свою особенность, уникальность, исключительность. И я принимаю то, что во мне есть нечто прекрасное. Может быть, кто-то с вами и не согласится. Некоторые скажут, брат Роман, честно, в тебе есть что-то отвратительное. Спасибо и на том. Но ты меня этим не разведешь. Не пройдет. И не такое кушали. Я буду принимать, что я прекрасен. Буду ходить с ним. Буду ликовать. Я уникальное творение Божие. Бог избрал меня из-за любви, а не потому, что хотел взять вот эту тряпку и показать, какой он мощный. Бог не взял вот этого урода, вот этого по имени Роман. Взял, посадил, тоже в небе и сказал, смотрите все, какой я любящий. Он возлюбил меня. И возлюбил не на пустом месте. Возлюбил потому, что он знает почему. Там есть что-то прекрасное. И за вот это прекрасное. И я не согласен с отцами церкви, которые говорят, в нас нет ничего хорошего вообще. Да, мы все согрешили. Мы все виновны перед ним. Но я не верю, что в нас нет ничего хорошего. В нас есть нечто то, что Бог в нас возлюбил. Поэтому вот эта теология сильных умов, такие как Августин, такие как Иоанн Златоуст, которые положили основание сегодняшнему христианству, которое выхолостилось с того, что даже не может коронавирус победить, нуждается в пересмотрении. И я думаю, что нам сегодня как никогда нужно свежее откровение и переустановка не только ворот в городах, но переустановка ворот учения. Потому что кто-то туда не влазит в эти ворота. А для кого-то они такие большие, что и грех пролетает туда. Поэтому Бог меня избрал из-за любви. И я принимаю, я подумал, и недавно переживал. Так, Бог восхищается. Ну, вообще вам очень многим трудно поверить, что Бог вам восхищается. Я даже не буду настаивать, потому что я поломаю все. Вообще последнее. Я себя, о себе свидетельствую, что есть вещи, которыми Бог во мне восхищается. Мне этого достаточно. Мне вот этого достаточно. Тысяча поцелуев в день – прекрасно. Поцелуев в год – ну, уже у кого какой аппетит. Мне хватает. Как Бог меня целует. Я принимаю это. И я наслаждаюсь. Все здесь. И я принимаю от Господа Его любовь. Я буду заканчивать. Поэтому, дорогие братья и сестры, Он обещает нам отрасль. Помните, я обещал? Говорить об отрасли. Помните, я обещал, что отрасль придет. Я еще продолжу держать это обещание. Но я говорю вам, уже отрасль идет. И это не та отрасль, которую вы знаете. И это не та отрасль, которую вы не знаете. Но эта отрасль идет. И она немножко не похожа на то, что вы знали до сих пор. Она приходит по-новому. Примите ее. Будьте внимательны, чтобы не пропустить, где Бог вас целует, где Он мелькает, где Он приходит к вам с этим наслаждением. Итак, дорогие, сезон «Юность Христа». Благословит вас Господь возлюбленный.